Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня у меня свободный вечер, я хочу провести его с вами. Я хочу рассказать вам о том, о чем вы спрашивали, о том, что хранится в моей туалетной комнате. Я покажу вам также, как я сортирую вещи. Еще сегодня я планирую поделиться с вами небольшими покупками косметическими и не только косметическими. Ну и, конечно же, я буду ухаживать за собой. Сейчас я хочу сделать хорошую, одновременно питательную и очищающую маску. Перед этим я сотру остатки уходовых средств, которые я использовала днем, утром. Буду использовать вот этот тоник от Vitex с кислотами. Здесь три вида кислоты. Он очень мягко отшелушивает кожу, вот так он открывается. Буквально немного сразу на два диска наношу. Не просто чистит кожу, но он еще и немножечко отшелушивает. Это то, что делают кислоты. Я видела, был вопрос о том, как я использую кислоты, когда, сколько раз и так далее. Я обязательно для вас сделаю отдельное, как бы, видео, да, вот по кислотам, по тем средствам, которые есть у меня в наличии, которые я постоянно использую. В холодное время я ими пользуюсь. Надеваем повязку, чтобы было удобно. Буду использовать мое любимое средство от SkinFood. Это маска с черным сахаром, так называемым. Ой, я чувствую, что уже немножко пощипывает после этого тоника. То есть кислоты там, в принципе, активно, но не настолько, чтобы раздражать кожу. У меня чувствительной кожи раздражения нет, как вы видите. Вот так выглядит маска. В одном из своих роликов я показывала вам ее как экспресс-средство. Вообще у меня есть такой плейлист для тех, кто сегодня со мной впервые. Посмотрите, пожалуйста, кому это интересно. Огромное количество масел. Одновременно это питательная и одновременно это очищающая маска, которая как бы насыщает кожу полезными веществами и за собой сужает еще к тому же поры. Это очень удобно. Буду накладывать ее вот такой вот кисточкой, таким довольно густым слоем. Дополнительно буду пользоваться тоником сверху, разбрызгивать его, для того, чтобы эта маска как бы лучше разошлась, лучше впитывалась в кожу, потому что она довольно густая. Многие используют эту маску как скраб, потому что здесь есть частички сахара. Я бы не советовала использовать скрабы, знаете, вот прям такие вот с большими частицами, которые могли бы травмировать кожу в любом возрасте. Я все-таки за то, чтобы вот такие вот маски использовать именно как маски. Они и так прекрасно, без всякого трения действуют на кожу, чудесно ее очищают. Они не требуются никакого трения. Вокруг глаз, как вы видите, я никогда не наношу ее. Сегодня у меня, как вы уже поняли, свободный вечер. Я использую его по максимуму, естественно, как и всегда. Завтра мне опять в забой. Хотела сказать в запой. Завтра я буду продолжать озвучивать проект для MTV. Называется Фрики и Чики. Это что-то невероятное. Это про то, как из совершенно неформальных, непонятных немножко людей пытаются сделать как-то, ну, более такой удобоваримый вариант человека. Но у них нет работы в основном, да, из-за того, что они очень странно одеваются, странно себя ведут. Я озвучиваю ведущую. Также другими голосами озвучиваю некоторых женщин в этом проекте, которых переделывают, то есть которым помогают стать похожим на человека. Да, представляете? Кстати, сейчас покажу вам, какие тексты. Я думаю, вы посмеетесь вместе со мной. Странно, я совсем не накрашена. Я чувствую себя кошмарно. Без них я слишком низкая. На каблуках я более уверена в себе. Нет, 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 не могу. Ты еще очень молода, но макияж, прическа и одежда дают. Делают, извините. Мы попросили прохожих оценить твой образ. Давай посмотрим, какую оценку они поставили. Смотри, я не накрашенная. Ну как вам? Вот так вот я работаю. Благость вокруг глаз. Эту маску я показывала вам. Ой, я вся в сахаре. Это Клоранс. Маска под глаза. От темных кругов, от отеков. Питательная. Ее смывать в принципе не надо. Ее можно просто промокнуть салфеточкой влажной. Излишки, скажем так. Вот такая красота у нас с вами получается. Эту маску я приобретала на Айхёр. Довольно много продуктов от Skinfood. Это корейский производитель. И кстати, вот тот самый замечательный консилер, о котором я вам рассказывала в предыдущем видео, по уходу за областью вокруг глаз, тоже от Skinfood. Так что присмотритесь вот к этой марке. Оставлю вам ссылочку на эту маску. Где именно, на какой страничке я ее заказывала на Айхёр. И многие спрашивают у меня, а как же доставка, можно ли в какие-то другие страны доставка. У них практически по всему миру миллион городов. Я показывала вам вот такого вот мишку, пандочку. So cool I stick от Tony Moly. Который я покупала в магазине Эльдебате в Москве. Я посмотрела сегодня в Айхёр, немножко расстроилась. Потому что в Айхёр он гораздо дешевле. Так что обратите внимание на ссылку на продукты от Tony Moly. Я тоже вам оставлю вот в этом видео в описании к ролику. Нажмите кнопочку еще под самим видео. И у вас раскроется полное описание. Глаза во время работы у меня довольно сильно устают. Передо мной экран. Нужно следить за текстом, который я кстати не знаю никогда заранее, что там будет написано на следующей странице. Нужно следить за тайм-кодом. В общем, глазки устают. СОС-средство для уставших глаз. Это блефрогель-1. Вот так выглядит упаковочка. Аптичное средство для снятия раздражения с глаз, увлажнения и так далее. Фактически самая главная составляющая это гиалуроновая кислота. Так что это еще и средство от морщин. Вот это тоже вам может помочь. Очень хорошо он работает на усталых глазах. Поможет тем, кто постоянно сидит за монитором. Хочу показать вам, какую красоту мы вчера купили в Оби. Да, там самые-самые дешевые, очень красивые цветы. Это цикламент. А главное, посмотрите, какую я там красивую вазу нашла. У меня фиолетовый диван. Я подбираю вот такие вот аксессуары, немножко фиолетового оттенка. Посмотрите, она стеклянная. И то есть туда просто можно поставить горшок. Очень красиво, на мой взгляд. Там есть другие еще оттенки. В районе 300 рублей. И примерно 300 тоже с небольшим стоит цветок. По сравнению с ценами в Икеа, которые мы тоже вчера зашли, вот это просто копейки. До покупок сделанных в Икеа я сделаю отдельный обзор, потому что довольно много надо было всего приобрести. Очень давно там не были, много накопилось нужды, поэтому я сделала отдельное видео. А из Оби вот эта вот красота мне очень нравится. Так, ну что ж, приглашаю вас в свою туалетную комнату. Простите, тут немножко будет шипеть вытяжка. Вот такой вот дизайн, мне очень нравится он. Очень красивое у нас тут зеркало с дополнительным освещением. Так, хорошо, что же стоит в моей туалетной комнате? Губы у меня ужасно сохнут, поэтому на iHerb заказываю из натурального пчелиного воска с маслами. Вот такие вот помадки, они приходят целыми упаковками, штук по 10, с разным ароматом. Очень хорошо увлажняют. Средство от Mizon. Вот такой вот легкий увлажняющий крем. Pool Solutions Water Volume Aqua Gel Cream. Он идеально увлажняет кожу, использую его после масок. Трачно гелевый, не противный никакого аромата у него практически нет. Очень хорошо увлажняет, очень вам советую. Мультиактивная сыворотка Intensive Ampoule. Просто замечательно отбеливает, подтягивает замечательно кожу, тонизирует. Чудесная штучка, нужно всего пару капель. Обязательно использую сразу же после умывания, тонизирования вот этот вот гель, который я показывала вам в своем последнем видео. Это гиалуроновая кислота от Hadalaba. Замечательное средство. Здесь, здесь Derma Air. Это Sulfur Radiance Serum с пикногенолом. Антиоксидант. Работает на наше будущее. Полностью изолирована с дозатором. Простите, если немного изображения будет прыгать. У меня сломался, к сожалению, штатив. Кисточка от Max Factor. И нужна она мне для вот этого вот бронзера. Я использую для очень-очень быстрого макияжа, такого, знаете, молниеносного. Смешиваю все цвета и получается такой легкий цвет загара. Вместо румяна иногда использую. Хранится у меня, видите, в таком контейнере из Fixed Price. Гель под глаза от синяков и кругов темных. Такой стимулирующий немножко гель для сосудов от Venus. Это итальянская косметика. В принципе, она недорогая, представлена в L'Etoile. Следующее средство для очень такого быстрого, скоростного макияжа. Кико консилер такой вот. Ну что, могу какие-то точечки подкорректировать, если нужно очень быстро что-то сделать. Прямо вот так вот в это зеркало набегу. У меня тоже стоит здесь в стаканчике. Ну и, конечно же, раскрыть глаза, немножко убрать красноту. Помогают вот такие вот светлые карандаши от Vivienne Sabo в номере 03. Светлый карандаш, которым я прорисовываю слизистую нижнюю. Вот сеточка для взбивания пенки для лица. Здесь спонжики сушатся. Кисточка для масок. Тоже давно со мной не является открытием. Каким образом я использую бальзамы после бритья для очистительной кожи? Кто не знает, пожалуйста, посмотрите мои видео о находках. Он мне очень помогает, особенно утром, перед нанесением косметики. Так, ну и два дезодоранта. Мне принципиально, каким пользоваться. Конечно, больше я люблю сухой. Делаем шугаринг подмышечной зоны, поэтому, в принципе, не сильно такое под отделением же. Розовая вода с серебром. Освежающие. Иногда использую его после уборки для того, чтобы снять пыль с лица. Так, ну и давайте быстренько пройдемся по средствам, которые стоят в этой коробочке. Потому что батарейка уже два раза разряжалась. Не знаю, что с ней. Сием или Сим называется. Корейская компания, чудесные средства для умывания. Потому что, если вы захотите пользоваться корейскими средствами, которых, кстати, очень много на сайте iHerb. Я их там именно и покупаю. Конкретно это средство овощное, с добавками овощей. Очень интересные такие у них средства. Сием. Они вообще славятся очень такими редкими ингредиентами. Взбиваются они как раз очень здорово вот такой вот сеточкой. Ужасно экономные. Пользуюсь, наверное, уже год. Просто вот, ну, даже никак не могу использовать. Следующая пенка, которая раньше стояла у меня во второй туалетной комнате. Сейчас она переместилась сюда. Потому что ей неудобно пользоваться в душе. Нужно взбивать. И в душе я использую другие немножко средства. Так, значит, это тоже DSEM. Это снейл. Это с улиточной слизью. Очень глубокого очищения пенка. Средство вообще не сушит кожу. Средство, которым я снимаю макияж. Ну, не с глаз, конечно, а со всего лица. На сухое лицо наношу. Это мизон, масло гидрофильное. И потом оно смывается вместе с водой. В общем, я сейчас снимаю макияж с глаз. Орлан. Не могу сказать, что он лучше, чем простая. Невея двухфазная. Олига, витамин. Целлярная вода с витаминами. Вот Орлан. Здесь удобная помпа. Всегда держу вот такой вот мазь-хранитель на маслах. Очень здорово заживляет ранки. И на губах, и на локтях, и на руках. В общем, действительно полезная вещь. Так вот, в такой флакончик из-под гиалуроновой кислоты я перелила репейное масло. Смазываю реснички и брови. Важно не попасть им, конечно, в глаза. Потому что иначе будет туман, туман на глазах. Так, ну и то, что показывала вам. Аптичная находка. И вид капсулки маленькие. Витамина Е в масле. Прокалываю его и наношу под глаза и на все лицо. Где-то раз в неделю, может быть, два раза в неделю. Показала вам в своих аптечных находках. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, видео. Там я все подробно рассказываю, каким образом я использую солка, серил. Кстати, оно даже у меня уже заканчивается. Настолько оно у меня популярное. Ну и обязательно крем для рук. Он у меня стоит везде, на кухне, в каждой комнате. И в каждой туалетной комнате. Руки у меня очень сильно сохнут. Вот увлажняющая ароматизированная водичка. Вместо духов иногда использую. От Victoria's Secret. Strawberry and Champagne. Ну, немножко такой навязчивый аромат. Через какое-то время он быстро начинает надоедать. Те, кто хочет вот что-то такое, может быть, не покупайте вот с таким сильным ароматом. Видите, как она у меня медленно идет. Ящичек тут у меня хранятся маски. Три маски от Avon и две от Vitex. Belita Vitex. Не знаю, как правильно. Avon Natural для лица с лепестками розы. Неплохо увлажняет. Дальше очищающая пленочная маска. Огурец, чайное дерево. Хорошая маска, мягкая. Тоже от Avon Natural. Питательная с зеленой оливой масочкой. Вот так вот она выглядит. В принципе, они все неплохие. Я вам их показывала в своем видео о продукции Avon, которая есть у меня. Посмотрите, для кого это интересно. Маска-пленка более сильная. От нее у меня даже немножко щиплет глаза. Курс глубокого очищения. Пленочная от Vitex. Клеточное обновление с такими легкими кислотами. Бьюти-маска. Называется она Renew Skin. Это стволовые клетки Гардени. Так, давайте быстренько расскажу вам о креме. Это Revival Labs. Приобретала я этот крем на сайте iHerb. 5% гликолевая кислота. Использую я примерно раз в неделю. Два раза в неделю. Привыкала к нему довольно долго. При жировиках он очень хорошо помогает. Однако с гликолевой кислотой нужно быть очень аккуратными. Делаю вам видео отдельно по кислотам. Гликолевая кислота очень сильное действие. Быстро обновляет кожу. Поэтому, если у вас есть какие-то воспаления подкожные, они тут же вылезут после гликолевой кислоты. 5% мне вполне хватает. Очень хороший крем. Очень вам советую. Очень густой крем. Использую его даже точечно на жировички. В общем, сушатся какие-то спонжики, расческа. Ну, в общем, много всяких мелочей полезных. Тут такое вот выдвижное зеркальце. Это вот все, что стоит у меня в туалетной комнате. Основной уход я держу на своем туалетном столике. Показывала вам его уже. Сейчас мы переместимся в комнату моей дочери. Я отвечу на ваш вопрос. Покажу вам, как я сортирую вещи для удобства их поиска. Вещи я организую вот таким вот образом. То есть я подписываю шкафчики, полочки подписываю так, чтобы было удобно. Согласно каждому сезону, соответственно, формируются стопочки вещей. Выкладываются в удобный доступ. И отделяю отдельно футболки с коротким рукавом. Вот это шкаф дочки. Отдельно, соответственно, брюки. И отдельно вещи, которые она может взять с собой на физкультуру в колледж. Ну, и точно так же я нашу с мужем одежду. Все подписываю. Так просто удобнее. Обожаю у Николая Васильевича Гоголя. В принципе, и дочка тоже с мужем его очень любит. И часто слушают его по дороге на работу в колледж. Книга 56-го года издания. Здесь такие очень забавные рисунки к произведениям. Ну, и на фоне Николая Васильевича Гоголя у нас с вами будет Inglot. Хочу показать вам покупки в Inglot. Inglot. Поляки даже по-разному его называют. Вот такие вот две палетки я приобрела. Кульптор. Он имеет очень-очень правильный вот такой вот серо-коричневый оттенок. Это самый востребованный оттенок. 513-й. Стоит этот скульптор 1100. Еще есть частички, но буквально невидный такой агредиент, который помогает абсолютно подстраиваться. Знаете, он как хамелеон под цвет кожи и создает естественную тень. Отдельно еще где-то рублей 500 вот такая вот коробочка. Но, в принципе, можно не приобретать ее вот в этой коробке, хотя она мне очень понравилась. Ну, как вы видите, да, просто большое зеркало. Кстати, очень неплохая вот такая вот прям пушистая кисточка. Отличная. Следующая покупка – это два вот таких вот рефила, которые мне также поставили в эту упаковочку. Кстати, тоже очень удобная. Более теплые сливые оттенки и нейтральные, ближе к холодным справа. Пигментация у них у всех бешеная. Однако они чудесно тоже растушевываются. Легким-легким таким сатиновым переливом. Совершенно не блестящие и не полностью матовые. То есть, как раз то, что мне и нравится. Естественно, цены несколько завышены, поскольку эта косметика сейчас в России очень продаваемая, очень популярная. Именно из-за цветовых вот таких вот красивых сочетаний, правильно подобранных. Кто использовал Inglot или Inglot, пожалуйста, напишите мне. Мне было бы любопытно. Если есть какие-то фотомакияжи, пришлите. В общем, буду экспериментировать. Вам обязательно покажу. Ну вот и все, друзья. Спасибо большое, что вы были со мной. Сейчас я уже буду снимать эту маску и наносить свой обычный вечерний уход. Потом у меня будет время почитать моего любимого Гоголя. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Спасибо, что были со мной этим вечером. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете обязательно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok